Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. МАЙК Когда я проводил прослушивание людей на замену Стиву, я просил их сыграть песни из альбома Rift в моей гостиной на неподключенной гитаре. Это заставало людей врасплох. Они рассчитывали поджемить с группой или по крайней мере сыграть с дисторшном, который скроет их косяки в звукоизвлечении. Но когда группа начала хорошо звучать, я выработал то, что некоторые музыканты могут назвать стандартами. Смелли посоветовал своего друга Эрона Абейту, который играл в панк-панк-фюжн группе Crystal Sphere. Он пришел на прослушивание, одетый как мексиканский гангстер, что на мой взгляд было круто, потому что он смахивал на суисайдала. Это было чистое совпадение, он ничего не знал о панке. Ему просто нравился прикид мексиканского гангстера. Эрон не только выгреб все партии, но он также сказал, что умеет играть на трубе. А у нас в одной из песен на рифт была труба, так что я подумал, что это может пригодиться нам в будущем. Я сказал ему, что он принят. Единственной проблемой было его имя. Мою девушку звали Эрин. Я не собирался испытывать раздражение от постоянного «нет, я сказал Эрон, а не Эрин». Так что я предложил использовать какое-нибудь имя на мексиканский манер, вроде Эль Хефе. Я не говорю на испанском, так что я не знал, что звук Х обычно записывается буквой Джей. Вы, наверное, думаете, что Эрон, который рос в мексиканской семье, знал об этом. Но, как оказалось, на испанском он говорит хуже, чем моя шестилетняя дочь, которая весь день проводит с няней. Так что с этого момента Эрона Бейта стал известен миру как Эль Хефе. Эрона Бейта